Услуги зубопротезирования для инвалидов в округе могут стать бесплатными. С таким предложением к Александру Цибульскому обратились представители Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Встреча с активом общественной организации прошла накануне по инициативе главы региона. Сегодня воспользоваться компенсацией в размере 30 тысяч рублей могут только люди старшего поколения. А жители региона с ограниченными возможностями здоровья не могут получить соответствующую компенсацию, как участники окружной госпрограммы «Старшее поколение». Для инвалидов, которые не попадают в программу «Старшее поколение» это 50-55, женщин 50 лет достигших и мужчин 55, эти проблемы существуют. Но вот если брать полностью всю категорию, мы посмотрели, вот женщины до 50 лет, это 440 у нас человек, которые имеют инвалидность, и мужчины до 55 лет, 678 человек, которые имеют инвалидность. И учитывая те расходы, которые сегодня предусмотрены, 30 тысяч рублей, то сумма, конечно, 33,5 миллиона рублей. Как отметил Александр Цибульский, сумма для округа серьезная, но вполне посильная. Понятно, что одновременно протезировать зубы тысяча человек в год не пойдет. Я считаю, что мы можем пойти здесь на встречу, и понятно, что одномоментно 30 миллионов мы не сможем, но это и не нужно. А выделять там, допустим, квоту в миллионах по 5-6 в год, мы вполне на эти цели можем. По итогам встречи глава региона дал поручение руководителю профильного ведомства проработать изменения в действующие нормативные акты региона с учетом предложений общественников. Между тем, в ходе встречи речь зашла и о помещении, где располагается общество инвалидов. По словам Надежды Ковалевской, здесь тепло, сделан ремонт и расположение удобное. Вот только убирать территорию возле здания некому, особенно в зимний период. Мы с вами берем снег, очень проблематично. Тот, кто с нами находится в одном здании, это щит, они убирать не хотят, и все это лежит на плечах инвалидов. Это сложно. Я тут и везде звонила, и в ДСУ наш, и в Чистый город мне Андрей помогал решить этот вопрос. Но как-то никто, все отнекиваются, что это не наша территория. Кроме этого, активистов общества инвалидов не устраивают платежи за коммунальные услуги. Я знаю, те, кто находятся в нашем здании, они не оплачивают почему-то, а мы все оплачиваем. И тепло, и электроэнергию, и свет, телефон, интернет. Ну, телефон, интернет, я согласна, еще оплачу. Коммуналка, конечно, очень большая. В месяц и по 8, по 9 тысяч приходит. Полностью освободить всероссийское общество инвалидов от уплаты коммуналки не получится. Все их проблемы и пожелания Александр Цибульский взял на контроль. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».